мы не снимали не говорили о том что у нас пропал котенок но никто это конечно знает в общем пока мы отдыхали никита присматривал за животными и не досмотрел то ли от ворот утащили то ли я не знаю в общем гулял около дома котеночек и пропал нет его буквально наверное минут за пять за десять вот но у нас тут много людей ходит может быть кто-то прихватил потому что если бы потеряться он не уходил далеко не убегал очень маленький был в общем я к чему это все говорю у нас сегодня папа приехал с работы темно снимаю против солнышка это брат того самого котенка вы в темноте не знаю получится ли снять пока территорию обследует пасит один немножечко чтобы солнышко попадал вот он туда у нас под лиркин стол залез говорят что он еще тот кусака и царап на царапулька на что был такой ласковый котеночек маленький то этот конечно постарше уже и плюс ему здесь все незнакомое не знаю как у нас будет но на рыженький такой же как тот и они у назвали точно так же мы сыном в общем ничего нам даже менять не надо такой же рыженький и тот же самый мэйсон кто бы думал что папа нам притащит котенка у нас отбрыкивался вообще никак не хотел а тут он просто видел как дети расстроены были что масик пропал вот он нам привез ну посмотри хоть на нас он дремлет снежка у меня против солнышка ничего не видно что снежка делает дело следующую вас неправильно сделала вас что она делает доделывает им пока не задают она доделывает то что в классе не успели ученики мои первоклассники ниже помаши хоть ручкой обследует новый житель наш залез к ваське у вас кипеть чего только нет в кровати бесполезно и что-то говорит скажешь она все уберет и опять все начал осваиваться главное чтобы к улиткам не залез но они вроде сейчас спят у лерки на их уже неделю не хочет кормить немножко разные у них мордахи того котеночка приплеснута немножко мордочка была этого остренькая айни лаз туда под шкаф сейчас на усах оттуда все вытащишь очень быстро копится а из-под шкафов только тряпкой присутствует они пролезают давай давай обследуй все пока никого нет мелкие в секции у нас уехали него у нас пока так с нами в спальне потом я уже ближе к концу недели еще раз попали сущу не попали шовшу не знаю как правильно говорить будете что ли с ребенком все освоился рыжик не урок коленка ползает рассказаешь он царапун такой злюка не знаю у детей на руках постоянно сначала то он долго сидел у нас под егорки на диваном углу видно наскучила ему там сидеть прячется ну-ка давай от страны сейчас обойду тут ему даешь щавель он не любит щавель зевает егор вот и котенка держишь и кушаешь так нельзя и почему-то щавель сюда принес иди выброси ведро ведро выброси здесь не едим мы кушаем на кухне ты почему меня не слушаешь дай мне я выброшу ты почему правила нарушаешь где мы кушаем где мы кушаем мы в комнате кушаем а ты почему кушаешь штраф тебе все штрафные санкции больше отрабатывать завтра маська ась уши такие как локаторы большие такой мордочка узкой похож прям на кошечку но это котик посмотри только мне не нравится глазки у него мутные и небольшая проблема все-таки есть у него пупочная грыжа нужно будет потоку ветеринару сейчас он пока еще маленький вот так верка поди корни занимаюсь глажка белья решила записать смешной момент может быть плейлист делаем смешные моменты короче мои гуляет в огороде и начинается бежит вася на второй этаж поднимается чтобы ей подняться это ей нужно разуться переобуться подняться сюда мам можно мне щавеля можно лежит вниз опять обувается бежит туда потом бежит сюда егор тоже самое развивается поднимается а мне можно щавеля можно убежал ну и третий снежа сейчас наверно прибежит а ей можно щавеля как в том анекдоте я доеду на этом автобусе до такой остановки нет вы не доедете а следующий пассажир спрашивает а я так и мои по очереди бегают а можно мне щавеля а можно на смородину поесть очень у нас еще смородина осталось там несколько штучных ягод они там подъедают щавеля целый куст саранча довольно а а а а а а а